добрый вечер я рада приветствовать вас наши студии телекомпании даут ком и мы вещаем в прямом эфире тема нашей сегодняшней программы все о варикозе это такое коварное заболевание которым страдают не только женщины как считают многие но и мужчины причем приводит это все заболевание если его не лечить к очень жутким последствиям и об этом заболевании а его профилактики о методах лечения расскажут опытные специалисты у меня в гостях сегодня врачи из доктор с клиники доктора мауриня сам руководитель клиники доктор медицинских наук и профессор агизма уринь и доктора юрий средств добрый вечер ну мы с вами давно уже не виделись на самом деле здесь не были в студии я так понимаю что проблема с варикозом по-прежнему не решена в нашем городе и пациентов у вас меньше не становится вот давайте немножко поговорим о количестве пациентов в долгов пилсе вы уже семь лет здесь работаете и а может быть новых веяниях в этой сфере мы очень довольны что мы все-таки как вы говорите уже семь лет здесь мы семь лет прибыль приезжаем регулярно я думаю что очень многие пациенты уже нас хорошо знают и знают то что мы здесь делаем и возможности которые мы представляем конечно бенных заболеваний как и везде в западной популяции очень много ими страдает приблизительно 30 процентов населения но здесь надо иметь ввиду что в последнее время то что мы замечаем как раз мы с доктором рицам это говорили что у вас за последнее время я думаю что уменьшилось молодых людей в городе то есть люди остались больше уже более пожилые из-за опять наших скажем на ситуации скажем европе из-за того что я думаю что ну что все-таки у молодежи есть возможность и учиться на западе может быть и работать может быть тоже да то есть и поэтому конечно и меняются те формы варикоза что очень важно для варикоза это то что молодые люди то есть люди до 20 лет там возможность развития варикоза у молодых людей только приблизительно 2-3 процента если мы смотреть посмотрим опять людей уже пожилых возрасте 60 лет и плюс там уже где-то 60 процентов страдает варикозом или заболеваниями и там уже сразу формы варикоза более скажем сложные там идет уже больше из-за того что участие этих людей уже более долгое время было заболевание уже более серьезные формы мы очень много видим тех пациентов которые приходят к нам с очень запущенной стадии которые долго не обращались к врачу и есть часть тех пациентов которые уже продолжительно страдают не заживающими ранами трофическими язвами и из-за того что они своевременно не обратились то есть то что мы видим что люди становятся которые обращаются старше и их заболевание становится запущенней и поэтому мы сегодня здесь чтобы еще раз проговорить о тех возможностях которые представляют наша клиника что изменилось в мире и конечно скажем но он людям во первых я бы хотел сказать чтобы люди не боялись обращаться к врачу и не занимались может быть лечением исходя из тех и той информации которую они находят в интернете особенно русскоязычном интернете потому что там есть очень много с моей точки зрения неоправданная терапия описывается и дается людям надежды что скажем так если они купят какой-то определенной мази или таблетки что у них будет возможность вылечиться из варикоза и многие люди тратят довольно таки большие деньги на это и в конце концов если они потратили деньги на такую не оправданную терапию им потом нету денег чтобы дальше лечиться там где действительно мы можем достигнуть очень хорошего эффекта понятливого эффекта очень короткое время и то есть очень многим людям помочь тем лечением которые мы представляем но я думаю что этим страдает не только интернет на ноги фармацевтические наверное компании фармацевта в аптеках да предлагают приходишь на мой меня проблема у меня какие-то звездочки появились ногах там еще что-то вот вам чудодейственная мазь вот помажете все вылечит это бы было очень просто если бы так было тогда бы было у нас скажем у вас болит голова вот таблетка и и скажем и мазь для головы грудь болит в таблеткой мазь для груди нога болит вот опять таблеткой мази очень легко бы было лечить но в реальности конечно не зря врачи учатся не только шесть лет в институте или в академии университете потом еще скажем 5-6 лет специализация происходит и потом врачи продолжают учиться всю жизнь то что скажем то что у нас происходит в клинике это мы у нас идет непрерывное улучшение того что мы делаем мы непрерывно сами скажем обучаем и только что был в москве на таком большом форуме где читал врачам москве лекцию по лечению каким образом мы это делаем 250 врачей все всей россии собрались на эту лекцию и было очень интересное делиться с нашим опытом там потому что конечно то что мы реализовали здесь это самая скажем медицина или флебология на самом высоком уровне и те методики которые мы развили потому что мы непосредственно и были теми кто развили те методики которые очень многие врачи и сейчас в россии скажем пользуется да благодаря нашим исследованиям и это конечно показало что это был правильный путь и мы скажем то что можем на данный момент лечить пациента за приблизительно операции провести за 15 минут и можем лечить только те вены которые больны и то что мы можем вылечить пациента без боли то что у него нету практически боли мы можем вылечить не оставляя шрамы мы можем пациентов даже с очень запущенными формами лечить их только через очень небольшие проколы то есть это позволяет нам возможности очень такие эстетические индикации очень начальные формы варикозности чтобы скажем наши красивые полуженщины чтобы они у них была та возможность что сохранить действительно красивые ноги здоровые ноги и мы можем очень хорошо лечить людей с очень запущенными стадиями варикоза а также мы можем очень инновативно лечить скажем трофические язвы то есть у нас есть очень много разных методик какими мы пользуемся чтобы достичь этот самый оптимальный результат и что еще важно если люди раньше не доверяли медицине потому что не было правильного скажем не только диагностики но и знаний в том каким образом скажем какие есть формы варикозности как их правильно диагностировать то на данный момент при этих знаниях возможность заново образоваться варикозности очень небольшая мы даже пациентам даем на три года гарантии после лечения лазерной операции потому что мы знаем что вероятность что опять что-то случится с той веной которой мы лечили очень небольшая и если пациенту что-то происходит это дает им дополнительная уверенность тогда у него есть такой гарантийный сертификат где мы уже говорим да если будет какие-то проблемы мы будем лечить вас бесплатно у вас если не ошибаюсь именно вы являетесь пионером в этой сфере и это ваш термин флеболог нет это не мой тело термин флеболог нет мой термин который мы вместе с врачами где я участвовал развили и которые очень нравится как раз российским коллегам тоже это флебозофия то есть из двух слов флеболог это врач который занимается лечением флебологии лечением вен а второй слов объединяя с философом получается вид уже восприним каким образом думает и как надо думать врачу который работает с венозными заболеваниями то есть флебозофия это показать что-то больше это не только знание понимания технологии но это и то что врач умеет сопоставить разные виды лечения что он может подобрать каждому пациенту потому что обычно лечение для любой формы варикозности как минимум мы используем три-четыре разных технологий в лечении и тем самым чтобы добиться оптимального результата то есть невозможно нынешнем скажем мире все прооперировать одной методикой это невозможно вылечить до пациента и конечно пациент уже начали должен понимать когда мы начинаем его лечить что это не будет так один раз на всю остальную жизнь почему потому что как мы уже вначале говорили самое главное что действует на ткани вен почему развиваются вены это старение то есть те процессы если вы посмотрите на свою фотографию 18 лет и сейчас то гравитация и старение хоть вы и очень молодая еще они делают свое это наши фотографии очень хорошо это показывает да то есть меняются наша ткань меняется эластичность и это происходит не только на лице и на теле но это происходит и внутри и то есть что происходит наша ткань венах венозная ткань она тоже становится менее эластична и то есть один раз про период или вылечив вены скажем 20-30 лет это не означает что у вас до следующие 50 лет будет хороший результат это то же самое как когда мы идем к стоматологу мы тоже не ожидаем что после однократного лечения зуб наши зубы на следующие 50 лет будут полностью здоровы да потому что мы эти зубы используем то есть чем дольше мы живем тем возможность это это и есть это слабо зафическая часть которая тоже должен поднимать пациент что мы можем очень хорошо теми методиками которые мы владеем теми знаниями которые мы знаем той наука которая у нас есть и самыми лучшими инструментами которые море есть мы можем достигнуть очень за очень короткое время небольшие лечения скажем поэтапно мы можем достигнуть очень хорошего результата с очень минимальным риском осложнений с очень хорошим риском эстетическим и с очень минимальными болями то есть это то что обычно пациентов скажем беспокоит будет ли это долго как долго должен там быть будет ли это больно и будет ли это хорошо выглядеть потом особенно у женщин да и потому что та проблема которая была раньше особенно это было когда оперировалась очень травматично не понимая что делается люди нередко получали хуже результат чем перед этим было и конечно можно понять недоверие людей после если особенно женщина как как не тоже пока рассказывает особенно сейчас коллеги с украины они говорят что очень многие когда пациенты когда их травматично где-то прооперировали с большими разрезами повредив нервы повредив лимфатические сосуды есть очень плохой косметический результат из-за больших шрамов плюс еще возможность есть что жалобы и отечность ноги еще больше чем до операции и конечно тогда люди не верят больше потому что им стало хуже из-за того что тот врач потому что у него возможно нет таких знаний потому что он работает той технологии которая была раньше потому что он не использует узи для диагностики то есть он оперирует то что он видит по и пониманием которую есть и он конечно старается вот тоже можно понять ну что он еще работает в прошлом веке с теми инструментами тем восприятием какой был раньше и и он старается помочь этим людям но и очень часто результат тогда получается то есть у каждого второго приблизительно пациента появляются ли во первых рецидивы намного больше и возможность того что будут проблемы намного больше ну да к сожалению все мы стареем вены наши стареют но очень радует что медицина не стоит на месте она развивалась развивается семимильными шагами идет вперед идет к людям и вот уже семь лет подряд вы приезжайте в долгу в пелс и оказываете помощь и лечите жители не только нашего города но и всего региона все латгали и юрис вы очень часто бываете в нашем городе как часто к вам обращаются пациенты с варикозом и насколько запущены это стадии здесь я хотел бы поговорить немножко о том как лечить и что делать и какие наши возможности это доктор профессор улбис маурин уже рассказал но что я хотел отметить что очень часто бывает что люди приходят и они говорят мы спрашиваем какие жалобы у вас есть и они как-то стесняются они говорят ну в принципе ничего не болит но как бы это значит что нету жалоб но нет но на самом деле но есть но вы видите там вены некрасивые так и конечно и ясно одно что вовремя лечить это всегда лучше легче и с лучшим результатом мы можем достичь результата лучшим то что улбис говорил что мы сделать можем но вопрос когда делать и кому и за какой причины делать на конечно для молодой женщины очень важно чтобы нога выглядела хорошо это есть цель да значит улучшить красоту этого мы можем достичь и тогда у нас есть этот цель получить красоту и иногда бывает что не так важно как это выглядит но просто из-за больных вен ноги начали отекать это поколение хуже ситуации и такую уже по медицинским показаниям нужно лечить но это нужно сделать с минимальной травмы и максимально эффективно чтобы это осталось надолго и тогда есть важно понять что почему и с какими целями искать их с какими методами мы будем делать и тогда самое наверное важное что мы делаем и мы каждой второй неделе сюда приезжаем и даем консультации и и планируем эту лечение и тогда значит за короткое время консультации мы очень четко можем определить проблему если это вообще венозная проблема и если есть тогда с каким образом с какими методами мы их эту проблему решим и тогда пациенту и есть ясно на что значит моя проблема хоть и не болит но она имеется да и исправить это возможно и это есть наверное это основная флебософия на что мы определяем жалобы жалобы бывает очень разные значит бывают большие язвы которые с годами уже несколько десятилетиями не закрывается на конечно это такая но экстремальные жалобы на есть очень часто мужчины приходит говорит ну в принципе мне ничего не болит ничего не беспокоит жена сказала что вы вот будете мне надо приходить и есть варикоз на ноги на ноги есть варикоз что делать и тут есть варианты что надо делать и мы знаем как это обычно развивается если ничего не делать мы можем предложить что ну скажем какое-то время мы это можем планировать таким образом сделать и за это что мы сделаем вы получите очень хороший результат и там не будет ни рецидива ни боли и никаких как бы серьезных последствий но и чтобы узнать что правильно делать и как делать но из-за этого мы сюда и приезжаем и делаем свою работу еще может быть очень важный аспект это то что люди если особенно у них долгое время варикоз в чем особенность варикоза это развивается очень постепенно то есть на продолжительном времени и человек привыкает к тем жалобам которые у них есть особенно пожилые люди думают ну отекает ли ноги это нормально потому что у пожилых людей больше ноги становятся это что есть тяжесть ногах это тоже нормально в течение дня просто ноги быстрее устают и тогда очень интересно тогда после операции человек приходит и говорит да доктор знать стало намного лучше то есть ноги намного легче ноги больше не отекают я могу закрыть после работы сапоги и пойти нормально домой большое вам спасибо там где человек перед этим очень часто говорит когда мы его спрашиваем перед операцией нет у меня все хорошо у меня жалоб особенных нет да ну просто да как юрист говорит там не знаю там дети сказали что надо все-таки что-то делать да потому что наш человек на очень терпеливый он идет принципе наши люди если они идут к врачу тогда когда особенно мужчины тогда уже когда больше нельзя да то есть ну что у мужчин это та проблема если особенно женщины если они часто приходят из-за того что хочется чтобы ложь просто ноги лучше выглядели это тот аспект да просто из-за того что они все-таки хотят не только в штанах ходить у мужчин очень часто потому что как наш оператор который стоит в штанах да он не повышает на это внимание тогда когда у него есть кризис какой-то да то есть это или воспаление и это или скажем то есть когда идет какая-то уже серьезная тромбоз да тогда бы что если записался мужчина уже молодой мужчина к врачу тогда это уже дело более-менее серьезная да это такой интересный аспект тоже но очень часто люди и женщины стесняется того что они хотят выглядеть лучше и они хотят улучшить но они стесняются на герну как но ну как бы не болит зачем мне что-то делать но конечно опять цель цель и для лечения цель может быть улучшение красоты это важно понятно потому что никому не это не грех выглядит хорошо да если скажем есть такие ситуации где человек заметил что ему не нравится это спокойно есть индикации когда мы делаем операции для того или манипуляции можно сказать так потому что не вся лечение основана только на операции дано что мы делаем процедуру лечения чтобы улучшить красоту есть когда мы делаем процедуру или лечение для того чтобы что но нельзя не делать потому что надо лечить но иначе будет хуже и это мы знаем и что интересно что венозные заболевания они с годами ухудшаются на если человек пришел этот год и говорит ну да но это веночка мне не особо мешает и принципе косметика тоже не особо меня интересует да и через год он приходит и говорит вот знаете доктор сейчас тут сильно болит вот что делать принципе этот шанс сделать красиво мало инвазивно и очень быстро он пропущен потому что когда пошла воспаление варикоз он одна из осложнений есть воспаление тогда лечить труднее более болезненно и эффект он он наступит но он будет более длительное время и тогда ну конечно все мы хотим вылечить и забыть но тогда это получается чуточку дольше на то что юлис очень правильно сказал это тоже надо всегда думать что это не только только плохо выглядит это это и то что мы если мы лечим мы и баррикозность начальной стадии это намного будет проще это по времени будет более коротко это будет опять не так дорого стоить как лечить уже запущенную форму потому что чем форма запущеннее тем операция или лечение будет длиннее нам надо будет больше скажем усилий уже инвестировать чтобы это достигнуть но очень важно это понимать что если мы это лечим начальные формы мы тогда прекращаем прогрессирование этой формы варикоза и конечно варикоз это почему это тоже такое хитрое заболевание он не болит это то же самое как мы философия наша вообще вот это западная которой мы представляем на данный момент это то есть то что очень хорошо мы видим что мат по развитию стоматологии мы не идем к врачу для лечения зубов тогда когда они болят мы начинаем лечить уже зубы делаем профилактику чистим зубы до уже разными да и своевременно и когда мы идем к стоматологу и он говорит да у вас есть дырка надо сверлить мы говорим подожди мы не говорим в этом не подождите мне еще ничего не болит вот начнет болеть тогда я к вам приду да потому что мы знаем если начнет болеть и тогда мы будем лечить тогда уже результат будет намного хуже и возможность потерять этот зуб уже намного больше это мы научились и мы позволяем стоматологом лечить зубы тогда когда они еще не болят надо понимать что венах это тоже самая философия нам надо лечить варикозное заболевание, но то, что очень важно, только те сегменты вен, которые действительно больны, которые очень четко мы можем сейчас определить с диагностикой, своевременно, тогда это будет намного проще для пациента, это даст лучший результат, и все, которые будут в лечении, скажем, инвалидированы, они все будут довольны, потому что будет хороший результат, будет продолжительно хороший результат, пациент будет доволен эстетическим результатом и тем, что у него улучшилось самочувствие, то есть качество жизни, что важно, и врачу не надо будет делать очень сложные, длинные операции. Ну вот, к сожалению, у нас люди не только очень терпеливые, но и очень боязливые, и зачастую именно это становится причиной того, что они уже на поздних стадиях приходят к специалисту и говорят, помогите, у меня там уже язвы, и там не понять, что с ногами происходит. Но все мы прекрасно понимаем, что лучше прийти все-таки на первой стадии, да, и, да, к любому специалисту, будь то уролог, гинеколог, кардиолог и т.д. и т.п. И вот здесь важно с варикозом, наверное, уловить вот эти вот первые симптомы, какие, да, на что нужно обратить внимание, какие эти первые симптомы, которые уже говорят о том, что нужно посетить фалиболога, нужно поговорить, ведь это же могут быть какие-то отеки ног, но это не связано, может быть, с варикозом, нужно еще и правильно установить диагноз. Очень верно. То есть форма варикоза – это может быть такое, что мы ничего не видим. То есть есть такие формы варикоза, которые первично дают жалобы или изменения уже трофики ткани, хоть и вены, подкожные вены не видны, но это сравнительно редкие случаи. Обычно все-таки то, что мы видим, это расширение узлов, то есть вен подкожей. То, что важно, что если появились вены, которые расширяются подкожно и наполняются больше кровью, когда мы долго стоим, продолжительно стоим, в течение дня, скажем, и исчезают, если мы ложимся и поднимаем ногу вверх, то это варикозное заболевание вен. А если звездочки? Звезды – это чисто кожные вены. Они могут… То есть кожный варикоз, то, что вы говорите, такое, как синева кожная, это у 90% популяции. То есть это означает практически у каждого человека, если мы обследуем, мы можем найти какую-то форму поверхностного кожного варикоза. Но кожный варикоз – это чистая эстетическая индикация, которая, скажем, нередко пациенты приходят и говорят, доктор, мне вот здесь, в этой синей звездочке, очень болит. Мне надо ее лечить. И тогда надо объяснять, что не эта кожная звездочка болит, а позвоночник болит. Это проблема позвоночника, которая дает боли в ногу в том месте, где есть эта звездочка. И, конечно, в этой ситуации не было бы правильно лечить эту звездочку, потому что она не болит. Мы ее можем вылечить и получить, что кожа гладкая, и тогда пациент приходит опять через какое-то время и говорит, доктор, вы меня вылечили, нет звездочки. Но все равно болит, потому что причина другая. То есть очень правильно надо опять найти ту диагностику и понять, что за проблема. И, конечно, та группа есть пациентов, которые, скажем, ничего не даст такое лечение звездочек. Звездочки мы лечим очень много, но для эстетической индикации. Но та главная форма, которая опять говорит о проблемах уже более серьезных, это варикоз. И там уже, как я сказал, если мы следим за собой, мы видим, что что-то изменилось. Если что-то изменилось, и есть такие вены, которые подкожно, как грузди винограда, скажем, которые наполняются, то это означает, что все-таки надо пойти к врачу. Но все-таки не стоит самому ставить диагноз. Тут я хотел бы заметить одну такую серьезную вещь, что очень важно. В принципе, человек смотрит эту передачу и думает, вот я пациент, я могу быть пациентом или нет. Это нельзя сказать. И тут очень важно прийти к специалисту, который именно занимается с этим. Потому что, скажем, если человек имеет жалобы, скажем, тяжесть в ноге, вот есть у меня вены или нет, никто это не может сказать на самом деле. Это можно сказать тогда, когда мы сделали качественное обследование и выяснили, есть проблемы с венами или нет. Можно ли все расширенные вены лечить из-за эстетики? Конечно, нет. Бывают такие случаи, когда эти вены, которые выпирают через кожу, их нельзя трогать, потому что у человека, может быть, нет глубоких вен, или глубокие вены имеют тромбы. И эти такие нюансы, когда очень важно прийти именно к специалисту, который тренирован для того, чтобы лечить именно венозные заболевания. Потому что мы очень часто говорим, да, так как доктор Улдс говорил, что эти звездочки ваши, они не относятся к болям. Но это не значит, что они вам нужны, да. И наоборот. Иногда бывает, что нет ни одной вены, но оказывается, там есть ситуации, которые обязательно надо оперировать. И тут очень важно, что доктор, который занимается с лечением вен, это не только потому, что ему хочется что-то делать, и он, ну, как бы, ну, как раньше было, что вся флебология была, одна операция хирурга, да. И, ну, в конце дня, как последние брали, вот, и оперировали вены, да. Наши дни мы этим занимаемся с 8 утра до 8 вечера, да. Весь день мы делаем либо консультации, даём, либо оперируем, лечим эти ситуации, да. И тут важно чётко понять, за какой, из-за какой причины, что мы и делаем, да. Это очень тоже интересный фактор. Когда мы приезжаем в Россию иногда, там даже не знают семейные врачи, кто это такой флеболог. Потому что раньше, если были какие-то проблемы с венами, это решал или хирург, или сосудистый хирург, да. Флебологии как таковой в России не было. Тоже было интересно то, что раньше не были и врачи сами, и до сих пор в России большая проблема, то, что те врачи, которые занимаются лечением, очень большая часть венозных заболеваний, сами не делают УЗИ. А это базис для флебологии. Потому что, чтобы понять, что тебе надо сделать, обязательно самому врачу, который потом будет лечить, надо сделать обследование УЗИ самому пациенту, чтобы понять, как надо это лечить. Потому что, как я говорил, мы лечим очень разными методиками, очень разными инструментами. Это не только лазерная терапия, это микрохирургия. Это мы удаляем вены через очень небольшие кожные проколы. Мы лечим, скажем, комбинируем склеротерапию, флебектомию, операцию. Мы обрабатываем вены более глубокие, поверхностные. В каждой форме варикозности, у которой есть, мы подбираем оптимальный метод лечения. И это мы делаем. И уже этот план лечения мы составляем в то время, когда мы обследуем пациента. И очень сложно бывает консультировать тех пациентов, которые приезжают к нам из-за границы, и сразу же присылают такие обследования. Потому что если врач, который не специализируется в венозных заболеваниях, то есть врач, как это в России называют, функционалист, то есть делает УЗИ, что-то описывает, но он не знает, каким образом дальше лечится. То есть он не знает весь спектр этих разных возможностей лечить. И он не может, исходя из этого, уже дать совет, как лучше это лечить. И это самый главный аспект, что врач, который подготовлен, который знает, который умеет делать все эти лечения, не только хирургические, но и лазерные, но и склеротерапию, и комбинировать транскутанный лазерный. То есть разные методы лечения, которые используются, и компрессионная терапия, и так далее. Только таким образом мы можем добиться этого оптимального результата в самое короткое время. А иначе бывает так, что один врач говорит, что вам надо оперировать, он приходит, как это раньше было, уже к хирургу, который оперирует. И что получается, что кто-то поставил неправильный диагноз, то есть он не понял, что он там так, потому что есть в варикозности очень много форм, очень таких нетипичных форм, это приблизительно 20% пациентов. В результате делается стандартная операция с двумя разрезами, и пациенту оперируются здоровые вены, а оставляются все больные вены. Это те случаи, самые, скажем, плохие случаи, которые бывают даже очень часто, которые мы видим, что у пациента нет никакого улучшения. Он говорит, знаете, доктор, прошел месяц или два, и опять эти все вены вылезли. И вены лучше не оперировать, потому что всегда, когда оперируют вены, у всех плохо. То есть это по-прежнему эти случаи есть? Это по-прежнему, конечно. К сожалению, они есть, и к сожалению, мы их видим, и очень, как бы, нередко такие случаи бывают. И мы смотрим, и показываем, что за что отвечает, почему эта ситуация и так образовалась. И пациент говорит, ну что, почему этот доктор что, не знал? Нет, ну он не был просто специ... Он хороший хирург, может быть, но не специализировался в эту сферу, и он такую стандартную операцию может сделать, но он не может определить, скажем, если это не так, как всегда. Если вот часть, скажем, каждому пятому иначе, и там можно попасть так, что не получается результат. Есть хорошая новость. Мы уже приезжаем, как вы говорите, 7 лет здесь. В Латвии мы консультируем по всей Латвии. Я когда-то вначале приезжал сюда, сам тоже консультировал. На данный момент у нас есть образована команда из 9 врачей. Сюда приезжает, как врач уже Юрис Ритц сказал, каждую вторую неделю доктор Юрис Ритц, доктор Ритц Виганс. И они консультируют очень большой объем ваших пациентов. И каждому есть возможность. Если вы... То есть, если получили то, что врач, который будет оперировать вас где-то, сам не посмотрел вас на УЗИ, и у вас есть какие-то сомнения, придите на second opinion, просто послушать, что другой врач говорит. Послушать, как он представляет это лечение. И потом уже принять решение. Потому что это все-таки надо понимать, что очень важно, это ваше здоровье. И если кто-то некачественно что-то сделает с вашим здоровьем, даже за небольшие деньги, это может как последствия дать, что вам всю жизнь надо будет тратить большие деньги и для того, чтобы поддерживать ситуацию в ноге. То, что вначале было бы очень, скажем, по разумным ценам, в конце концов, это может очень повлиять на всю остальную жизнь. И быть уже очень-очень дорого. Вот в этом-то и беда, да. И бывают такие случаи, что вроде бы варикоз на начальной стадии, а все равно какие-то не специализированные специалисты, немножко так выражусь, да, назначают операцию на вены, вырезают не ту вену, удаляют и прочее, прочее. Все это дорогостоящие процедуры, и за больницу заплати. На самом деле, все ли вены нужно оперировать больные? Это хороший вопрос. Вот это тот вопрос, на который, нет, не все, вот то и интересно, да. Бывают случаи, это может быть не так часто, но бывают такие вены, которые даже нельзя оперировать, это называется коллатерали. Такие бывают. И люди приходят, говорят, вот знаете, мне на животе есть варикоз. Давайте прооперируем, вот о том, мне вот после родов женщина молодая, да, вот образовал с вены, да, вот что делать? Можно ли я это лечить? Да, можно, но это не операция на венах. Там надо посмотреть, надо выяснить проблему. Это может быть сужение, которое бывает достаточно часто, сужение глубокой вены, которое тоже в наши дни можно открыть, но это надо поставить диагноз. И когда открыть эту глубокую вену, тогда и этот варикоз, ну, скажем, на животе, он исчезнет сам по себе. Но это уже, ну, такая, скажем, ситуация, где нужно понять, как это, из-за какой причины, и как с такой, как такую ситуацию решить, да. И, ну, так что не все вены нужно оперировать. Есть такие опять, которые лучше прооперировать вовремя, да, и не ждать, пока они будут развиваться дальше. Такие ситуации тоже бывают. Не надо дождаться того, что, скажем, классическая варикозная вена, ну, назовем так, да, типичная, да, что она начнет болеть, и только тогда оперировать. Иногда приходят люди с язвом и говорят, вот, доктор, посмотрите мне язва, вот что можно помазать, чтобы вот язва закрылась? Ну, там, на самом деле, ничем или с любым средством. Там надо вылечить вены, да, что можно сделать. Пациент говорит, а да, ну, знаете, мне вены не болят. Вот вены не трогаем, а язву закройте, да. Но это, ну, нельзя сделать. Тут надо, значит, решить эту причину. Это, значит, мы опять делаем диагностику, смотрим, какой участок, где он болен, да, именно этот участок тогда и лечим, и тогда эти язвы, да, они закрываются. Конечно, это долго, конечно, конечно, это нелегко, потому что это не таблетка, которую каждый день можно выпить. Это не так приятно, как вот новую мазь купить и мазать, и смотреть, как раны закрываются, да. Но, к сожалению, вот мне несколько дней назад пациентка звонила, тоже из, по-моему, долга упился, и она говорит, ну, доктор, вы мне тут лечите язву, вот чем помазать, а то мне сильно болит, да. И вот, ну, как бы есть лучше, но что мне делать дальше? Ну, поверьте, если я знал эту мазь, я бы давным-давно вам сказал, которая там надо, да. На самом деле там нужно то, что людям не особо нравится, это компрессии, это либо компрессионные бинты специальные, элистичные, или более часто компрессионные носки, которые нужно носить постоянно, да. И, конечно, целесообразное лечение нездоровых вен. И тогда эта проблема решается сама по себе. Но нету таких волшебных таблеток или волшебных мазей, которые вот мы держим в секрет, никому не говорим, да. И вот, когда вы придете, вам будет волшебная таблетка. И это люди иногда так, они приходят, мы им рассказываем, и говорят, да, ну, а лечение-то? Ну, вы сказали, да. Даже то, что парадоксально, то, что мы приезжаем сюда и делаем также вот такие мероприятия для врачей, где мы рассказываем о тем инновативном лечении, о том, который основан на знаниях, на научных исследованиях. И мы говорим, что это не самое главное, это мазь, да. Самое главное, это совсем другое. Надо нормализовать хемодинамик, то есть кровообращение в ноге. Надо понять сперва, что ты хочешь там сделать. Для того, чтобы понять, надо знание, надо уметь обследовать, и тогда мы можем достигнуть этот результат. А то, что мы кладем на саму язву, да, это уже второстепично. И обычно мы таких пациентов нынешние дни мы лечим просто водой. То есть они сами уже есть, то, что Юрис говорил, есть эти самые новейшие компрессионные гольфы, которые разработаны как раз для лечения трофических язв. И там уже есть преимущество, что пациент сам может менять повязку каждый день, идти в душ, мыться, и этим гольфом, то есть ему не надо, как раньше это было, регулярно приходить к врачу, чтобы менять эти повязки. То есть у нас непрерывно в каждом этом сегменте, то, что мы сегодня говорим, происходит, скажем, бурное развитие, и все время мы смотрим, как улучшить то, что мы делаем. И, конечно, это доказывает и то, что мы достигли. На данный момент приблизительно 70% и всех венных операций, которые делаются в Латвии, они производятся у нас в клинике. То есть у нас есть, слава богу, пациенты это ценили, это у вас тоже прекрасно работает, да, угоопился, так называемое, называемое сарафанное радио. То есть люди уже делятся, и мы, конечно, очень рады. Мы рады, что нас и наших врачей, которые здесь работают, как доктор Ритц, доктор Виганс, их уже советуют. И у нас приходят пациенты, которые говорят, да, у моей соседки был очень хороший результат, и она посоветовала, и поэтому я сейчас пришла к вам опять. Так что мы, конечно, очень рады, что люди в Далгоопилсе это оценили, потому что все-таки за 7 лет мы прооперировали, вылечили, сделали склеротерапию очень многим пациентам здесь. И, конечно, бывают разные пациенты. Бывают эти, скажем, простые формы варикозности, которые лечатся сравнительно легко, но бывают и очень комплицированные больные с посттромботическим синдромом. Пациенты, как раз, как Юрис говорил, обычно во время беременности у женщины образовываются тромбы, в венах, да, нередко, и потом разные, скажем, проблемы, которые сопутствуют всю жизнь. Очень важно и этим людям понимать, что делать дальше. И уже на данный момент есть в мире очень много методик, которые разработаны, где и таким людям можно очень качественно понимать. Но, конечно, здесь самое главное – это то, что одна сторона доверялась, и другая могла работать. И только если объединяя усилия, только вот в таком, как партнерском уже контакте, мы можем друг другу помочь и достигнуть такого результата, который нас устраивает. Потому что, конечно, наша самая главная цель – это улучшить качество жизни пациентов. Ну, вот вы несколько раз говорили про операции. Я знаю, что операции вы делаете в Риге, в своей клинике, где современные операционные блоки, где современное оборудование просто первоклассное. Да, да, самое новейшее. Конечно, то, что я говорил, что, конечно, из любой части Латвии, то есть для нас, кажется, сегодня тоже мы ехали сюда, но это очень недолго, это только 200 километров или чуть больше, чем 200 километров. Сейчас на данный момент уже тоже дорога стала намного лучше, да, и, как мы уже говорили, что, в принципе, для такой запущенной формы баррикозности, это, конечно, очень такая непродолжительная операция, может быть, в среднем 15 минут, 20 минут, может быть, максимально до часа, да, и человек может ехать обратно в Долгопилосе, прийти на следующий контроль, скажем, может быть, если там что-то побольше делалось, то на следующий день, если нет, тогда, скажем, через 10 дней мы можем и здесь уже проконтролировать, то есть для людей тоже это проще намного становится. Так что с этой точки зрения, конечно, у нас в клинике есть все самые новейшие технологии, которые в мире есть, мы на данный момент продолжаем разрабатывать технологии, думаю, что в ближайшее время, в ближайшем, в следующем году, может быть, позаследующем, будут опять новые изменения и в лазерах, которые мы используем, мы используем самые новейшие световоды, то, что еще важно, то, что мы используем световоды для каждого пациента только один раз, это очень существенное различие, то есть это дает очень высокий стандарт лечения, там я должен сказать, что, например, я был только что в России, тогда у них, конечно, ситуация намного хуже, у них позволяется, что эти одноразовые световоды рестерилизуются, они говорят, что до пяти раз они используют, да, то есть, представьте себе, что этот световод на расстоянии, там, 50-60 сантиметров вводится в вену больного, и есть сейчас больных, которые у нас болеют сейчас ВИЧом, то есть, С-хепатитом, и в России они заново стерилизуются, и заново, скажем, и там, конечно, идет очень высокая возможность, что может опять человек заболеть, да, и при этом, это тоже надо иметь в виду, но они говорят, что они дают подписывать, скажем, пациент, что он уже повторно использует, не знаю, да, то есть, это в Европейском Союзе не позволяется, таким образом делать нельзя, и, скажем, для этого, для очень, но, конечно, этот очень высокий стандарт и стоит, если мы могли бы использовать технологии 5 или 10 раз, то, конечно, наши затраты становились намного меньше, да, так что, это тоже я бы посоветовал всегда обратить внимание, да, у нас обычно мы, то есть, всегда мы вклеиваем, там есть такой, с каждого лазерного провода, есть его номер, который есть, идентификация, что пациент всегда тогда знал, что у него использовался только одноразовый, этот световод, и мы используем самые, самые новейшие немецкие световоды, которые есть, то есть, то, что на данный момент с самой лучшей в мире и с самым лучшим, скажем, излучением лазерного, ну, там технические детали, то, что это дает, то есть, это дает самые лучшие результаты, самый меньший болевой синдром, на данный момент то что больные обычно говорят доктор это чудесно вас золотые руки я ничего не чувствую боли не было и все довольны это конечно самые лучшие пациенты которые нам которые говорят да доктор было очень прекрасно да сожалению время пролетает буквально незаметно на в ходе нашей беседы давайте расскажем жителям нашим горожанам о том как можно попасть на прием к доктору которого такие золотые руки как можно записаться человек звонит нашу регистратуру и наши сестрички записывает на конкретное число на время когда ему прийти и тогда конечно человек может выбрать как как ему легче либо здесь до уголпился когда мы приезжаем каждую вторую неделю или в риге есть люди которые часто бывает в регионе да мне без разницы тогда они конечно могут и записаться там здесь дал ковпался я понимаю вы принимать принимаете в клинике гимнесс-веселеба гимнесс-веселебесцентр и позвонив эту клинику можно записаться к вам прием но все равно человек когда звонит он позвонит в ригу но за запись идет но он как бы вместе все да то есть мы ведем сами запись да потому что это мы пациентов обзваниваем перед этим чтобы они знали что были уверены что что он знает во сколько то есть тот очень важная вещь то что мне всегда очень не нравилось советское время это очереди я очень нет если вижу очереди сразу хожу да поэтому мы стараемся сделать максимально так что пациент если у него назначено время в столько и столько тогда ему не надо будет там лишний час или два ждать он пришел и он сразу попал к доктору и он за за это время уже получил консультацию и то есть потому что время это деньги да это деньги дорогие не только для нас но и для пациентов и чтобы это максимально эффективно мы стараемся конечно очень четко вести это запись да и поэтому каждый пациент который позвонит нам в клинике сможет выбрать где он хочет в ближайшее время то есть или до угол пился клиника диме гимнесс-веселебе где каждую вторую неделю приезжает доктор ридз и доктор виганс или это в риге можно сделать или в любом другом городе который тоже здесь латгалия как рейзак на мы консультируем в якоб пилос мы консультируем да где тоже ливан и мы консультируем то есть возможности других городах латгалии 5 к нам на консультацию и еще я хотел отметить что очень хорошей информации можно получить в интернете на у нас есть сайт и там человек может посмотреть как происходит такие операции как делается одна или другая процедура да и если скажем человек знает что да мне доктор сказал что мне придется делать операции на тогда в интернете может посмотреть как выглядит такой операцией на это снимает этот стресс перед лечением потому что если человек видел и он понял что это на самом деле не так что страшно нету таких огромных срезов или нету там не теряется кровь да и все аккуратно стерильно и очень как бы четко делается да все под контролем и и тогда из стресса перед лечением меньше он конечно есть всегда но меньше и что это очень хорошо тогда ну и напоследок я хотела бы напомнить что у нас гостях были ведущие специалисты в области флебологии это руководитель клиники доктора мауриня улдис мауринь он у нас и профессор и доктор медицинских наук и конечно доктор сосудистый хирург юрис риц мы получили массу интересной информации я думаю что необходимой информации на этом я прощаюсь с вами до новых встреч в эфире